Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите очередной выпуск ответов на вопросы. Дмитрий, как вы относитесь к Илье Лазарсону? С предубеждением. Я немного видел выпусков с Лазарсоном, но в тех, в которых я видел, Илья позволял себе неоднократно всякие сексистские высказывания. На мой взгляд, уверенному в себе мужчине нет нужды делать такие высказывания. А на неуверенного в себе мужчину смотреть лично мне не очень приятно. К тому же у меня есть некоторые небольшие претензии к нему как к кулинару. Вот так. Вечер добрый. Расскажите как-нибудь, как вы переехали туда и что сделали для этого. А если уже отвечали, в каком примерном видео я могу найти ответ? Да я не помню, в каком видео я отвечал. Да приехал просто. Побывал здесь в отпуске, конкретно в этом регионе. Мне он понравился. Задумался о том, чтобы перебраться сюда с семьей. Выяснил, поспрашивал местных, какие приличные школы здесь есть, потому что детям нужно было учиться. Мне посоветовали две школы. Вернувшись в Россию, начал искать информацию конкретно об этом регионе. Нашел форум Spain4U. Начал общаться там. Еще раз осенью, потому что мы были летом, не удалось нам попасть в школу, она была закрыта. Еще раз осенью приехали на недельку, списавшись предварительно со школами, чтобы выяснить, что нужно для того, чтобы детей туда отправить. Опять вернулись в Москву и подумали на предмет перебираться сюда полностью. На том же самом форуме Spain4U, ссылку дам в конце этого видео, начал общаться, выяснил, какой комплект документов нужно собрать и что нужно сделать для того, чтобы перебраться. Собрал этот комплект документов, открыл счет в Испанском банке, перевел сюда, в Испанский банк, средства. Это тоже одно из требований для того, чтобы, на тот момент, по крайней мере, было, это одно из требований для того, чтобы начать процесс оформления вида на жительство. Ждал. Полгода, по-моему, положительное решение получил. Сели себе на самолет и прилетели. Вот так перебрался. Вы упомянули про мотоцикл. Можно подробнее? Какой? Кубатура? Кто для вас байкеры? И все, что связано с этим. Мотоцикл. Мотоцикл у меня последний был Kawasaki Minsterig с объемом двигателя 1600 кубов. С 2007 года выпуска. Это Special Edition, так называемая, модель. А байкеры? Не знаю, кого вы имеете в виду. Те, кто в клубы, что ли, объединяются? Для меня это достаточно странное объединение. Какие-то взрослые дядьки и тетки. Для того, чтобы кататься на мотоцикле, объединяются какие-то клубы. Я по натуре индивидуалист, поэтому для меня это все очень странно звучит. Как-то так. Кстати, я забрался как раз в все места, где занимался подводной охотой. Сейчас здесь ветер достаточно сильный. И вот смотрите, вот здесь, между вот этой скалой и вот этим островком в проходе, самая основная рыба. А здесь, между материком и этим островом, проливчик. И очень сильное течение при ветре, боковое, идет отсюда сюда. И если вынесет вот в эту часть, во вторую бухту. Здесь просто беда. Здесь нет нормальной дорожки вдоль берега, скалы. И поэтому выбраться практически нереально. Придется выгребать вон туда, за этот остров. И еще километра четыре плыть в сторону города Дени. И не факт, что выплывешь. Какой фирмы оливковое масло, на ваш взгляд, одно из самых хороших? Скажем так, я небольшой гурман. И очищенное, рефинированное оливковое масло одно от другого, может быть, и отключу, но, признаться, честно, сомневаюсь. А если же вести речь о оливковом масле Extra Virgin, холодного отжима, то есть оно не очищенное, которое со вкусом, с запахом, то говорить о фирме, я не слишком много их разных пробовал, чтобы прям так запоминать. Но по моим наблюдениям, оливковое масло Extra Virgin очень быстро окисляется. И, соответственно, теряет во вкусе. Поэтому все зависит от свежести масла, от того, как оно хранилось. Хранится оно у вас на свету, очень быстро оно, ну, или в магазине перед продажей, очень быстро оно теряет во вкусе. Поэтому я здесь, в Испании, руководствуюсь выбором масла, покупаю масло местных производителей. Они за пределы-то, наверное, региона Аликанта никогда не выбираются. Как-то так. Встречались ли вы с подписчиками? С некоторыми, да? Вот Володя, которого вы видели в нескольких роликах, с которым мы Павелю готовили, он же подписчик. Мы с ним встречались и встречаемся регулярно. Ну, еще пару раз было. Какой любимый сорт вина? Красная или белая? Из красных вин... Наверное, из винограда темпронилью больше всего мне нравится. И... Ну, и гарначи. Ну, когда вот гарначи процентов 20, темпронилью 80. Наверное, вот это вот для меня оптимальное сочетание. А если говорить регион, который я выбираю, то тут я достаточно примитивен. Года два... Нет, года четыре, наверное, назад французы признали, у них есть такой рейтинг, что лучшим винодельческим регионом мира стал район Рибера-дель-Дуэро. Эль-Дуэро. Это район реки, который начинается на северо-западе Испании и приходит в Португалию, и в Атлантический океан впадает. В районе там Беская. Чуть ниже Беская. Вот. Вины из этого региона оказались, вот тогда, четыре года назад, по версии французов, самые-самыми классными. Ну и поэтому я сейчас приобретаю, если я беру здесь не Риоху региона, а вины из Рибера-дель-Дуэро. А если говорить про белые вины, то мне нравится здесь местное вино, белое, Марина Альта. Оно с небольшим добавлением мускатного винограда. Оно все так же белое, сухое, но его, когда пьешь, такое ощущение, как будто такие легкие пузырьки на языке лопаются. То есть это еще не шампанское, но что-то какие-то такие намеки есть. Вот оно мне нравится. Очень неплохой, на мой взгляд. Вот. Что в кулинарии считаете самым сложным? Десерты. Любая кондитерка, на мой взгляд, чрезвычайно сложна. Причем, когда торты всякие, пирожные, вот это украшательство, вешалка. Оно мне не получается никогда. Будут ли еще совместные видео с повелителем рисовых деликатесов Володей и автором Кухни Дель Норте? У С Володи совершенно однозначно будут еще рецепты, я надеюсь, не раз. А с Кухни Дель Норте Игорь сейчас очень сильно, по моим наблюдениям, ушел в бизнес, поэтому и каналу своему уделяет крайне мало времени. Поэтому, не знаю, если он найдет время как-нибудь, и там будет ему интересно, возможно, что-то вместе замутим. Как-то так. Какой из городов Испании понравился больше всего? Барселона. Барселона меня впечатлила просто необыкновенно. Такой классный город, очень необычный, очень... Та надо побывать. Только обязательно время посещения нужно убирать. Никакого лета, потому что кругом камень, очень жарко, очень нужно. Там сдохнуть можно. Осень, весна, прекрасное время. Это вход в туннель под замком. Я по этому замку прогулку вам делал уже. Рассказывал в выпуске про Хамон. Поехали! Рассказывал в выпуске про Хамон. Я не буду задавать вопрос, но попрошу, чтобы ты сделал какой-либо легкий рецепт, который сможет приготовить любой школьник или студент. На канале целый плейлист есть рецепты для студентов. Заглядывай в плейлисты. Ну и, наверное, последний сегодня вопрос. Есть ли разница в готовке на газовой плите или на электрической? С точки зрения получения конечного результата никакой разницы нет. С точки зрения удобства, да, наверное, есть. Кому что привычнее. Как-то так.